Новосной студии Ирина Кожина. Здравствуйте. Расскажем о главном к этому часу вместе с коллегами и вот что будет в выпуске. Работа по сохранению наследия Петровской эпохи будет продолжена. Тему обсудили на заседании Оргкомитета и обозначили основные направления. Музей занимательной математики открылся в Архангельске. Такого в стране еще не было. А Сафу стал первопроходцем. Оценим. Помочь и поддержать тех, кто порой измотан суетой будней. Праздник «Женщина-весна» прошел для мамочек, чьи дети находятся в областной больнице. Работа по сохранению и популяризации исторического наследия Петра Первого в Поморье будет продолжена. В планах не только реконструкция объектов той эпохи, но и расширение турмаршрутов, издание новых книг и разработка обучающих мобильных приложений. Знаковая дата 350-летия Петра Первого позади. Но история той эпохи настолько многогранна, что даже спустя века обозначает себя и порой неожиданно. На заседании регионального Оргкомитета озвучивают цифру. Более 300 различных мероприятий прошло в минувшем году. Одни Петра Первого в образовательных учреждениях, до музейных выставок, презентации книг и научных конференций с международным участием. И, конечно, все те события, которые происходили здесь в петровские времена, они абсолютно точно должны быть известны всем нашим землякам, в первую очередь школьникам, конечно же, должны быть известны среднему и старшему поколению. И основная идея, конечно, была популяризация всего петровского наследия, идеи, традиции, которые были заложены Петром Первым для жителей Архангельской области. Особое внимание в год 350-летия Петра было приковано к Новодвинской крепости. Фестиваль исторической реконструкции, а затем и начало противоаварийных работ дали надежду, что вскоре это место обретет должный облик, и работа по сохранению и популяризации исторического наследия будет продолжена. К тому же в 23-м году исполняется 320 лет с момента поднятия Петром Первым на яхте «Святой Петр» флага царя московского российского триколора. Кроме того, на фоне юбилейных мероприятий вырос интерес туристов к региону. Мы планируем дальше и расширять линейку маршрутов, и, конечно же, говорить о нашей истории. И Петр Первый – это такая Новодвинская крепость, и вообще, да, вот эти петровские, назовем опять же, маршруты по нашей области, они могут стать такой важной точкой притяжения. В планах Северного морского музея изготовление муляжа – одного из самых ценных экспонатов Петровского морского устава, а также продолжение реставрации предметов, связанных с той эпохой. Мы продолжим заниматься дальше реставрацией предметов, связанных с Петровской эпохой, и планируем начать работу над книгой, посвященной Северным маякам. Как вы знаете, Петр Первый был родоначальником маячного дела в России, и это тоже, в общем, конечно, напрямую отсылает к нему. Кроме того, есть идея создать мобильное приложение, которое еще больше расскажет детям о личности и значении Петра Первого. Основой может стать интерактивная игра, что уже применяется на музейной выставке «Корабельного строя письмо». Артемий Заорзин, Регион 29. В Архангельске открылся первый в России музей занимательной математики. Подобный есть во Франции, в Соединенных Штатах, а теперь и в интеллектуальном центре научной библиотеки САФУ. На открытии побывал Алексей Макеев. Пятиклассник Артур Халяпин объясняет первым посетителям связь между гранатом, мандаринами и воздушными шарами. Их объединяет гипотеза немецкого математика Иоганна Кеплера, который в 17 веке разработал схему рационального хранения пушечных ядер. Как можно удобнее всего, оптимально сложить все в одну упаковку. Например, природа сама, можно сказать, сделала упаковку для граната, так как в гранате помещается очень много зерен. Музей очень современный. К примеру, этот экспонат сделан по VR-технологии. Японский сад камней, где их можно посчитать, погрузившись в виртуальную реальность. Но эти камни невозможно увидеть все одновременно. Я возвышаюсь над этим садом и вижу его сверху. И могу посчитать каждый камень. И посреди он находится. А не меняется эти количество камней? Как это работает? Нет, камней всегда 15, но мы видим только 14. Вне зависимости от того, где мы встанем и откуда будем смотреть на эти камни. Здесь же представлена сакура с цветками и дощечки Сангаку. Это таблички с чертежами, геометрическим теоремам и другим видом математических расчетов, использовавшихся в японской математике. Одно дело написать на доске формулу, которая для современного молодежи. Ну, какая-то формула написана. А другое дело пощупать, поиграться. И после этого намного лучше запоминается и намного интереснее потом продолжать заниматься математикой. Поэтому вообще очень приятно, что... Вот музей возник в Архангельске. Очень приятно, что большую часть экспонатов, там большую работу сделали сами студенты. Это первый музей занимательной математики в России. И все экспонаты действительно разработаны проектными командами школьников и студентов под руководством педагогов-наставников, руководителей практик и мастеров производственного обучения. Вам, как человеку с научной степенью, здесь все понятно? Нет, честно скажу, я никогда не была увлечена математикой. И так как у меня образование первое учитель биологии и химии, то есть в химии много математики. Умение оперировать пропорциями, цифрами, расчеты, там его много. Но многие вещи, которые здесь, я понимаю, где они используются, но вот объяснить. Поэтому для меня здесь волшебство. Реально волшебство. И это все очень интересно. Хочется все посмотреть, потрогать. Все можно потрогать, переставить, поиграть, заставить работать с помощью батарейки или даже покрутить треугольные колеса. Известные всем с детства загадки с помощью деревянных палочек тоже никто не отменял. Надо перезабирать тут все числа, и так, чтобы одно можно было передвинуть. И все-таки прийти к нолю? Да. Нет, другой ответ будет. Тут ответ такого, что 9 плюс 3 равно 12, 12 минус 4 равно 8. Музей будет развиваться. В нем создадут кружки, организуют мастер-классы, будет действовать лекторий. Алексей Макеев, Ольга Красулина, Регион 29. Поддержать, вдохновить и окрылить. Именно для этого в детскую областную больницу наведалась ассоциация выпускников САФУ. Гости устроили праздник для мам маленьких пациентов, которые находятся в палеотивном отделении. О камерном, но безмерно полезном проекте рассказ Виктории Воронцовой. Мария Алексеева каждый день проводит в заботе о дочери. Едва она появилась на свет, как врачи диагностировали. У малышки мышечная дистрофия. Она не может самостоятельно сидеть и ходить. И пока заболевание лечению не подлежит. Но Мария не отчаивается и верит, что все сложится лучшим образом. Конечно, в этом ей помогают медики детской областной больницы. А вот о самой Марии и мамочках других пациентов заботятся неравнодушные северяне. Уже третий год они организуют праздник «Женщина-весна». Мы решили сделать это в комплексе. И здесь сегодня и музыка, и такой фуршет беседы, и фотосессия. И самое главное, что дорого для каждой из этих женщин, это компания, это общение, это возможность снова почувствовать себя с крыльями, почувствовать себя той, которая может преодолеть любые препятствия. Для каждой героини праздник стал открытием. Все они преобразились в сказочных принцесс, прошли несколько обучающих мастер-классов красоты и на один вечер отвлеклись от суеты будней. Такие мероприятия очень важны для нас. Они прям поднимают настроение. Вообще первый раз на таком мероприятии впервые. Прям классно так. Визажист, стилист, вообще класс. Просто высота. В такой обстановке понимаешь, что есть надежда на будущее. И даже дело не в надежде, наверное, а просто жизнь прекрасная. И идем дальше по этому пути. Праздник имеет свойство заканчиваться, но частичка волшебства должна поселиться в душе каждой участницы. Чтобы они согревались воспоминаниями, находясь в палате или уже вне стен клиники, партнеры весеннего праздника подготовили презенты, подарочные сертификаты, торты и, конечно, цветы, как главный символ нового начала. Я думаю, что театр в любом случае является замечательным помощником. Мы предлагаем всем участникам проекта посетить спектакли. Кому-то больше нравится комедия, кому-то больше драмы. Вот они выберут себе спектакли по вкусу и смогут сходить, то есть не выпадая из социальной жизни, вдохновляясь новыми эмоциями. То есть немножко где-то даже смогут отдохнуть, чтобы с новыми силами отправиться в бой и победить. К слову, медики палеоативного отделения только рады добрым инициативам. Говорят, после подобных мероприятий атмосфера в клинике меняется, и мамы маленьких пациентов буквально расцветают. Жизнь меняется, темная зима заканчивается, женщины преображаются вместе с природой. И поэтому благодарю всех, кто организовал этот праздник, кто принял участие, кто приготовил замечательные подарки нашим мамам. Поэтому я просто рада всех приветствовать, и мы всегда ждем, и очень благодарны тем, кто нам помогает. Праздник «Женщина-Весна» стал подарком для всех, и для мам маленьких пациентов, которые действительно расправили крылья, и для благотворителей. Они на собственном опыте показали, как от простых улыбок может стать светлее и сию минуту, и даже на всю жизнь. Виктория Воронцова, Светлана Михеевская, «Регион-29». Итоги четверга в 19 ровно. Не прощаемся и ждем вас у экранов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова